В студии Кирилл Политов В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных темах дня Еще чуть-чуть, сколько выпускников края выбрались сдавать ЕГЭ по-испанскому Берегут природу, как в Наукограде воспитывают юных лесников Помогите выжить, Глебу вновь требуется помощь У барцев начать после лечения у нас хорошо Голову поворачивать влево-вправо, не надо В дома барнаульцев сегодня должна вернуться горячая вода, наконец-то 5 июня окончательный срок подачи В контуре барнаульской ТЭЦ-3 воду получают жители почти полутора тысяч многоквартирных жилых домов и административных помещений За время испытаний на теплосетях выявили 218 повреждений Самые серьезные на улице Малахова 171, 173, 177, а и в поселке Новосиликатный Горячую воду там включат на 12 дней позже, увы Добавим, что 17 июня начнутся гидравлические испытания сетей по контуру ТЭЦ-2 Работы продлятся до 10 июля Алтайские выпускники сегодня писали ЕГЭ по физике и иностранным языкам Как сообщают в Краевом министерстве образования, физику сдавали около 2500 человек Еще 700 выпускников записались на сдачу иностранных языков Большинство выбрало английский Около 30 человек Немецкий, четверо, китайский, два, французский и один испанский Сегодня ребята сдавали письменную часть Устный экзамен назначен на 7 и 8 июня Для поступления в ВУЗ выпускнику надо набрать по физике хотя бы 36 баллов Иностранному 22 всего-то Напомним, узнать свои результаты выпускник может на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае не позднее 20 и 24 июня А учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова приняла участие в записи прямого эфира с Андреем Малаховым Программу посвятили проведению представителей разных профессий в социальных сетях О визите барновольской учительницы к Малахову стала известна из страницы Татьяны в социальной сети Она опубликовала фото в обнимку с ведущим Его поле зрения педагог из Алтайского края попало после большого скандала Весной этого года Кувшинникову попросили уволиться из школы после опубликования на своей странице откровенного, по мнению мамы одного из учеников, снимка в коротком платье и купальнике Позже выяснилось, что Татьяна спортсменка и много лет занимается зимним плаванием У Малахова женщина еще раз отстаивала мнение учителя, а учителя тоже людям Напомним, в поддержку Кувшинниковой в сети интернет даже был организован флешмоб В СМИ пишут, что ведущие и его гости отнеслись к спорту женщины с симпатией и уважением Программа выйдет в эфир через несколько дней, будем смотреть Героя следующего материала будет оценивать уже не общество, а суд Самостоятельно повысить себе зарплату и пойти под суд Главбух комитета ЖКХ в мэрии Новолтайска обвиняется в краже 250 тысяч рублей В течение трех лет женщина вносила в документы завышенные сведения о собственной зарплате Кроме того, за счет комитета бывший главный бухгалтер погашала свои личные долги на общую сумму более 48 тысяч рублей Недостачи были выявлены уже после увольнения обвиняемой при составлении бухгалтерских отчетов В ходе предварительного следствия женщина вину в совершенных преступлениях признала полностью Пояснила, что совершила данные хищения в связи с тяжелым материальным положением Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу Максимальное наказание, предусмотренное указанными статьями, составляет 6 лет лишения свободы Семья из Шалаболюхинского района просит помощи у жителей края Восьмилетний Глеб борется с очень опасной злокачественной опухолью и осложнением после операции Анастасия Дороган продолжит Ой, какой молодец! Как ее сжимаешь! Давай тебе метку, держи, не потеряй его Такую гимнастику мама Глеба Оксана проводит несколько раз в день Развивает моторику восьмилетнему сыну как младенцу Так и есть, признает она После операции, когда мальчику вырезали опухоли рядом с мозжечком и путями оттока спинного мозга Началось осложнение Уже пару месяцев Глеб заново учится управлять телом Убаться, начать после лечения у нас хорошо голову поворачивать влево-вправо Сейчас, конечно, я довольна тем, что я рядом с ним Что я могу как-то помочь, посмотреть за ним Не плачь, сыночка, не надо Тихо, тихо, мама здесь Мы с тобой выздоровеем, конечно, Глеб будь здоровой Но это не просто Часть раковых клеток все еще живет в самом стволе головного мозга мальчика Поэтому и так слабому организму приходится переносить химиотерапии Изможденному ребенку нужны силы А это в том числе особое питание То, что сейчас вот тут дают смеси ему, это, казалось бы, как бы ни о чем Что для такого большого мальчика и шести разов питания через каждые часа кормить То есть в эти часы промежутки я ему даю еще свое питание Покупаю пюре, соки, мясные сейчас ввожу ему Потому что у него гемоглобин очень низкий после перенесенных операций В семье Глеба сейчас работает один отец И постоянную покупку дополнительного питания семья потянуть не может Родители мальчика просят всех неравнодушных помочь им в приобретении смеси И для Глеба сейчас это вопрос жизни И того, как скоро он сможет победить рак Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком В России сегодня отмечают День эколога В Бийске на базе техникума лесного хозяйства прошли специальные занятия Для тех, кто только начинает свой путь в области охраны природы Почти 100 школьников и юных лесников приняли участие в слете практиками подрост Они узнавали, как найти лесной пожар с высоты птичьего полета Как определить точный возраст и высоту дерева Подробности знает мой коллега Илья Кочетков Лесник Роман Ковалев говорит Еще несколько лет назад о таких технологиях можно было только мечтать Чтобы, например, обнаружить пожар на огромной территории Приходилось наблюдать с пожарной вышки А теперь проблема решается гораздо проще Обнаружение и разведка лесных пожаров В труднодоступных местностях Где нельзя быстро провести технику Человеку пройти сложно Этот аппарат выручает буквально за считанные минуты То есть мы пролетели, посмотрели ситуацию За его действиями наблюдают школьники в униформе Это воспитанники школьных лесничеств из разных районов края Подобные слеты, по словам организаторов, проходят больше 20 лет Но мастер-класс по беспилотникам и робототехнике Проходит в рамках слета практикума впервые Уже ясно, ребятам новые знания пригодятся Я занимаюсь исследованием следов, изучаю, определяю животных по ним Например, где я не могу проехать, там на машине или на другом транспортном средстве Может пройти робот Специалист технопарка Кванториум показывает другой беспилотник, созданный такими же ребятами С его помощью он показывает Аппараты можно использовать не только для наблюдений Но и, к примеру, для уборки несанкционированных свалок Пока вот в таких игрушечных масштабах Допустим, мы захватываем груз К дрон приземляется Груз захвачен Нам сигнализация говорит о том, что груз у нас в грузоприемнике Полетели-полетели К мусорному ящику подлетели И с помощью и сбросили Наряду с новейшими технологиями ребят обучают и традиционным проверенным приемам Например, определять возраст и высоту деревьев Это навыки, необходимые для так называемой лесной таксации Оценки ценностей и продуктивности лесного фонда Организаторы говорят, за более чем 20 лет интерес к таким курсам со стороны юных лесников только растет Вчера только мы консультировали детей по ведению исследовательской работы И оказалось очень много ребят, которые занимаются сохранением, восстановлением ленточных боров Это как раз сегодня тема очень актуальная В будущем, надеются организаторы, многие из этих ребят свяжут свои жизни с охраной лесов По крайней мере, многие уже сейчас намерены после школы поступить в бийский лесной техникум Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком Через пару минут о погоде, ну а пока немного полезной информации 39% россиян, по данным ВЦОМ, мечтают провести отпуск за границей Но далеко не каждому такой отдых придется по карману О том, как получить желанный отдых без вреда для семейного бюджета, далее в сюжете Банк Восключенный одобряет планы своих клиентов на отдых и предлагает кредит до 1 миллиона рублей наличными Оформление занимает один день, поэтому можно оперативно успеть перебрести даже горящие путевки Согласно тому же опросу в ЦИОМ, среднестатистическому россиянину отдых за границей обойдется примерно в 43 тысячи рублей Поэтому кредита хватит на всю семью Кроме того, у банка есть еще одно приятное условие Ставка по кредиту независимо от суммы составляет 9,9% Это позволяет погашать его с минимальной нагрузкой на бюджет Реализовать свое право на отдых комфортно и просто Все необходимое для этого уже есть в Банке Восточной У меня к этому часу все новости До встречи в эфире Спонсор прогноза погоды компания Валар Какой она будет, узнаете прямо сейчас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин